Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и я начинаю новый влог. На улице уже потихоньку похолодало, и вы знаете, я настолько рада этому. Я соскучилась по осени, лето прям вот здесь уже сидит. Настолько надоела эта жара, и было такое ощущение, что лето в этом году просто бесконечно. Оно никак не заканчивалось, и наконец-то осень, вот эта атмосфера. Хочется укутаться теплым пледом, взять в руки чашечку горячего кофе, включить какой-то мукбанг или какой-то фильм. И вот эта вот атмосфера, это, конечно, нечто. А лучше поехать в деревню, затопить печку, вот этот треск горящей травы. И ложишься на кровать, и слушаешь эти звуки, пьешь горячий чай, выходишь на улицу, там холодно. Резко заходишь внутрь, там тепло. Многие, наверное, меня не поймут. И обычно, кстати, у меня осенью всегда бывает депрессуха. Я вспоминаю про абсолютно все свои проблемы, но только не в этом году. В этом году я чувствую себя максимально счастливой, все замечательно. Поэтому сегодня мы с вами идем баловать себя. Ну как баловать? Мне это действительно нужно. Мне нужно поменять два вот этих пирсинга, особенно вот этот, потому что он у меня заржавел. Я даже не знаю, как он снимается. Я боюсь его снимать, вдруг я потом надеть не смогу. Я хочу купить себе два золотых пирсинга, можно даже один. Не обязательно два, потому что здесь у меня кольцо. Я не знаю, вам видно или нет. Этот хрящ, меня, кстати, предупреждали, что он очень долго заживает. И я всем комментаторам отвечала, что только не на мне, на мне все заживает, как на собаке. Но как оказывается, вот действительно до сих пор не зажил. Получается уже пять месяцев, четыре с половиной месяца, и до сих пор он еще не зажил. Правда, свои косяки тоже признавать надо. Я каждый раз забываю его обрабатывать перекисью. Но вот этот у меня зажил, а этот все никак. И меня как раз предупреждали, что вот проблемный как раз-таки хрящ. Но ничего страшного, со временем он обязательно заживет. И вот после того, как я надела кольцо, оно ни за что не цепляется. Поэтому кольцо в таких проколах, я думаю, на стадии заживания прям самое то. Даже другой пирсинг и не нужен. В общем, я сейчас хочу поехать, хотя время уже не так рано. А эти магазинчики с золотом закрываются очень быстро. Я сейчас поеду в Плачин. Там сразу очень много продавцов. Вот этот вот как мол, так скажем. Пойду туда выбирать себе пирсинг. И очень надеюсь, что консультанты в магазине смогут мне надеть. Просто я самостоятельно это сделать не могу. А ехать в центр города к девушке, которая делала мне прокол, тоже неохота. Хотелось бы сразу надеть и идти. В общем, идем с вами покупать золото. Но пока что голова еще мокрая. Поэтому надо немножко подождать, пока она хотя бы немножко не высохнет. А пока давайте я вам покажу покупки для мукбанка. Последнее время меня тянет на посуду, на всякие тарелочки, рюречки. Я, видимо, старею. Во-первых, я взяла небольшую такую посуду для соусов. Когда хочется небольшое количество, например, сырного соуса, кисло-сладкого. Или даже можно сюда же прям на шарап. Каждый стоил 2,20. Потом купила вот такой нож. Это, правда, не для мукбанка. Просто, чтобы дома был, кстати, дорогой нож. Зарежу тебя, сына. И последнее, самое интересное. Это вот такой чайник. Я решила его использовать прямо на мукбанке. То есть наливать себе горячий чай. В кадре, я думаю, будет смотреться очень красиво. Эстетично, по крайней мере, мне нравится. Листья будут вот здесь. Разъемная эта штука. И сам он достаточно хрупкий. Мне почему-то кажется, что долго служить он явно не будет. Но зато очень красиво смотрится. Эстетично, нежно. Был такой чуток побольше. Этот стоил, по-моему, 22. А чуток побольше стоил 27. Я вот решила взять этот. Поставила уже чай. Сейчас выпью чаек горячий. И только тогда пойду. Посмотрите, что осталось от кекса. Он был вот такой. Я вам в сообщество выкладывала, кстати. Под этим видео тоже оставлю обязательно рецепт. Очень просто и легко. Прям для чайников, так скажем. Все перемешала в форму и готово. Такой классный вкусный кекс получается. Он с изюмом. Невероятно просто нежный. Как круто режет этот нож. Он мне настолько нравится. Одного кусочка будет маловато. Возьмем еще один. Настолько простой рецепт. Обязательно переходите. И чашечка горячего чая. Как всегда, когда я иду за золотом, я всегда опаздываю. Там просто очень быстро закрывается. Поэтому надо быстрее двигаться. В общем, я хочу сегодня надеть свою новиночку, которую я купила в Заре. Такую рубашку теплую, я думаю, сейчас под сегодняшнюю погоду будет идеально. Так что наденем ее. Даже не успеваю традиционно показать вам свой лук. Этикетку сняла. Это самое главное. Самый маленький это размер, кстати. Вот так вот смотрится. Если будет жарко, могу на крайняк оставить в машине. И, естественно, берем с собой бабусики. Я беру с собой много. Вдруг мне что-то еще приклянется. А карточкой там оплачивать нельзя. Они из этого делают огромную проблему. Хотя, кстати, государство об этом позаботилось. И поставила там терминалы. Но, несмотря на это, чтобы, видимо, не платить налоги или из-за каких-то других аспектов, они не позволяют оплачивать картой. Поэтому приходится брать с собой наличку. Кстати, сумочку я возьму, пожалуй, эту. Но, когда я ее только получила, распаковала посылку, мне она, если честно, не очень понравилась. Но вот сейчас, чем больше я на нее смотрю, тем больше она мне нравится. Она достаточно удобная в носке. И смотрится очень даже презентабельно. Так что сегодня я буду, пожалуй, с ней. Когда я приехала в ТЦ, я немножко была удивлена. Мне сказали, что грамм золота пирсинга стоит 120 монат, а в некоторых местах даже 150. Я была просто в шоке. Я просто не поняла, почему все остальные изделия без исключения стоят грамм 85 монат, а пирсинг стоит, извините меня, 150 в два раза дороже. Но сразу, естественно, покупать я не стала. Я решила немножко походить и нашла место, где грамм золота стоил 90 монат, и был огромный выбор пирсинга. А вообще советую вам, девчонки, подписываться на инстаграм страницы золота. Там бывают очень вкусные цены. Пирсинг уже купила, дальше уже начала смотреть колечки. Это кольцо мне очень понравилось, но оно безумно неудобное в носке. Я тут выбираю, смотрю, какое кольцо поменьше. Они стандартно все 17 размера, но я нашла вот такую красоту 15 с половиной. Очень красивое колечко, утонченное, нежное и, самое главное, прочная конструкция. Несмотря на то, что это маленький размер, здесь ровно 3 грамма золота, точнее 2,97. Самое главное, оно полновесное, это недутое золото, которое со временем помнется, погнется и так далее. Можно носить на ежедневной основе. Камни здесь самые обычные фионетики. Я вам уже говорила на том канале о том, что я скептически отношусь к бриллиантам, которые продаются здесь. Чистота этих камней не соответствует уровню бриллианта, и в других странах они вообще не считаются бриллиантами. Поэтому покупать бриллианты у нас здесь в Латчинире нет, дело ваше, но я вам это посоветовать не могу. Кольцо идеально село на пальчик, очень красивое. Давно хотела такого фасончика, потому что такого у меня нет. Я поставила себе установку, что я возьму только пирсинг, но не могла пройти мимо, как будто бес в меня вселился и сказал, Айка, бери, потом не найдешь такое шикарное колечко, бери. Ну и главное, показать вам пирсинг. Кстати, вот эти маленькие изделия очень сложно снять, и даже в макросъемке невозможно передать красоту изделия. Это пирсинг, который застегивается сзади, но есть, которые застегиваются спереди. Такие тоже там были, я что-то даже не обратила внимания на это, взяла просто тот, который мне нравится. А вообще удобнее застегивать спереди. Вот казалось бы, просто мелочь, а как настроение сразу поднялось. Мне так нравится, порадовало себя. Очень красивое колечко, это 585-я проба. Здесь сочетание белого золота и желтого. Но, понятное дело, камушек обычный фионетик. Но ничего страшного, смотрится безумно красиво. Самое главное, вес изделия. Оно не должно быть хрупкое, оно не должно мяться, гнуться. Потому что я изделия обычно ношу на постоянной основе. Вот цепочечку я надела и все, месяц я с ней хожу. Поэтому в обязательном порядке при выборе изделия, миллион раз об этом говорила, но скажу опять. Я всегда обращаю внимание на практичность. То есть вещь должна мне долго служить. Даже если я буду с ней купаться, спать. В общем, снимать это все дело я не люблю, мне просто лень. Поэтому даже сережки я всегда выбираю. Такие, с которыми удобно спать. Что касается пирсинга, мне сказали, что они не умеют надевать пирсинг. И мне надо самой будет его надеть. И тут резко, знаете, я что вспомнила. Когда я была на дне рождения у Инасы, я вам снимала влог тоже. Там была девушка, которая занимается ногтями. У нее было очень много пирсингов. Я у нее спросила, как она их надевает и снимает. Она говорит, да просто, да легко. Да даже Инасе я надеваю пирсинги. И вот резко в этот момент я вспомнила про нее. И решила позвонить Инасе. Говорю, мне очень нужна твоя помощь. Ты бы могла попросить свою подружку, чтобы она надела мне пирсинг. Я, если честно, не уверена, что он мне подойдет. Потому что у меня вот эта часть уха, она достаточно объемная. И даже когда мне прокалывали ухо, мне сказали, что обязательно надо брать пирсинг 8 мм. Так как я не была уверена, пирсинг мне подойдет или нет, я сразу договорилась там. Взяла у них контактные номера. Вдруг этой продавщицы уже там не будет. Что если что мне не подойдет, я в обязательном порядке верну. Они сказали, что окей, проблем нет. В течение двух дней у меня есть возможность вернуть его. Поэтому сегодня вечером в 9 я иду к подруге Инасе. Она освобождается только в 9, поэтому пока что рано. Уже в последнее время так быстро темнеет. Мне пришлось включить ring light, чтобы хоть как-то меня видели в этой темноте. Я подъеду к ней. Я уже поняла, где она живет. Ориентировочная Инаса мне объяснила, как что. И очень надеюсь, что она сможет снять этот пирсинг. Потому что, когда я была в одном из магазинов, где продавалась, кстати, хорошая бижутерия, мне сказали, что они могут снять пирсинг спокойно. Они попытались, попытались, а потом объяснили мне, что он как-то заржавел, и его снять уже невозможно. Я, если честно, испугалась. И сейчас тоже боюсь, а вдруг реально его снять невозможно. Я, конечно, всячески пыталась его снять. Но проблема в том, что я не вижу, что там происходит. Чисто на ощупь пытаюсь, и вроде у меня не получается. То, что наверху был, я его сняла. Удачный он у меня лежит, с ним никаких проблем нет. А вот этот, это зажил. Здесь он зажил, и совершенно мне не больно, как бы не дергали. Но все равно внутри есть страх, что его не получится снять. Но я жду 9. Надо пойти купить какую-то шоколадку, понятное дело, с пустыми руками нельзя. Это как-то даже неприлично. И пойду к подружке Иннаса. Надеюсь, у нее получится это снять, и надеть мне золотую сережку. В противном случае, мне придется ее вернуть. Ну а колечко, естественно, возвращать я не собираюсь. Мне оно очень нравится. Красота. Некоторые вот мне пишут, зачем тебе столько золота и так далее. Если обратить внимание на цену хорошей бижутерии, то есть хорошая бижутерия стоит тоже недешево. А со временем она темнеет, меняет форму и так далее. Поэтому я предпочитаю покупать золото. Вы можете, не знаю, лет 10 поносить, а потом еще продать. То есть золото имеет невероятно крутую ликвидность. Почему бы этим не воспользоваться? Или, например, лет 10 вы поносили, и теперь вам не нравится такой формы кольцо, а хотите что-то другое. Вы можете даже обменять. Ты сдаешь свои изделия по одной цене за грамм, и выбираешь какие-то другие. Ну, понятное дело, каждый останется при своем мнении, но я предпочитаю золото. Ну что, все получилось. Сережка уже на месте, и мне она безумно нравится. Не надо ни больше, ни меньше. Не жалею об этой покупке. Очень красиво, нежно смотрится. Нет.